Оказать помощь ближнему. 50 продуктовых наборов в эти выходные были переданы людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Продуктов немного, но это все-таки приятный бонус к повседневной жизни. Конфеты, консервы и другая бокалея избавят от необходимости в ближайшее время идти в магазин. Мы вам решили немножечко жизнь подсластить, чтобы жизнь у вас была немножко попроще, полегче и послаще. Вы много лет отзывали на машинке, на машиностроительном заводе, поэтому мы помним, все это чтим. Так что вот немножечко вам не переживайте, не расстраивайтесь, все будет хорошо. Спасибо. Не переживайте. Мы рады, что у нас есть еще такие передовики, которых мы можем равняться. Вот два дня мы осуществляем доставку в разные, то есть и Берензина у нас была, и Центр, и Фосфоритный, и Цемгигант, и Лопатинский рудник. Вот сегодня у нас заключительный, наверное, за микроюнцем гигант. То есть девчонок своих мы поздравили. Праздники уже скоро на носу. Всем пользуйтесь. Здоровьтесь. Мы вам, девочки. Большое спасибо. Это акция Общенародного российского фронта под названием «Мы вместе». Представители Ассоциации многоквартирных домов округа составили списки тех, кому в это непростое время требуется помощь. Продуктовые наборы были вручены одиноким пенсионерам и инвалидам. Клубки, пять лапки до на завтра. Одному из жителей округа, инвалиду второй группы, одиноко проживающему, пообещали заняться и проблемой подтеков, которые образуются в одном из углов его квартиры. Ну, в общем-то, вот он как-то так оказался у Ассоциации на порог. Вот так само собой получилось, вышло. И вот сейчас период пандемии, то есть он и болел, у него еще ряд хронических заболеваний, и, в общем-то, и сейчас он находится на лечении. Ну, вот приходится помогать, и анализы ему относить, поликлинику и лекарства покупали. Наборы продуктов в период пандемии доставляли с особой осторожностью, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Татьяна Колганова, Руслан Полянин, Новости Искровект.